Скажите, пожалуйста, после причастия, как сохранить вот это прекрасное чувство умиротворения, вот эту благодать, которая приходит в сердце, если есть необходимость заниматься какими-то мирскими делами, а особенно, если нужно участвовать в каких-то, ну, допустим, увеселениях такого мирского характера, в праздниках, в днях рождения? Ну, конечно, некоторые люди говорят, что вот я благодать получаю, но не успел выйти из храма, как она уходит? Ну, бывает по-разному у всех, но такая, в общем-то, проблема существует. То есть, как ее сохранить, как правильно ее сохранять? Ну, во-первых, нужно понимать, что если Святой Дух сошел в душу человека, то никто его не может оттуда выгнать, вот ни при каких обстоятельствах, никакая темная сила, никакие искушения, кроме самого человека. То есть, когда благодать уходит, это потому, что мы закрываем дверь своей души изнутри для Святого Духа, мы его выгоняем. Мы, мы сами это делаем. Никакие бесы, никакие искушения, мы это делаем сами, потому что мы Богу не доверяем. Мы сами не верим тому состоянию, которое к нам приходит, и мы так себя и настраиваем. Ну, наверное, долго это не удержится. А многие говорят, ну, после церкви столько искушений прям бывает, вот прямо-таки это самое, вот лучше как бы пореже ходить, потому что потом очень много всяких проблем возникает. Проблемы не возникают. Они проявляются. То, что было невидимо, становится видимым. Невидимая брань становится видимой после причастия. Невидимая брань. Человек совершает эти грехи, даже их не замечая. А тут он их начинает замечать, и ему кажется, что это искушение. Нет, вот практически это все, это все вот, вот это проблема самого человека. То есть надо еще больше причащаться, еще чаще. То есть если вороны не отцепляются от орла, что надо делать? Подниматься выше, выше, выше в небесную вышину, пока это все не отвалится. И тогда в этом состоянии благодати никто не повредит человеку. Никакие мероприятия, ни церковные, ни светские, никакие. Благодать будет пребывать в его душе. То есть, по сути дела, я говорю о том, что широка душа русская от человека, и Бог, и сатана в ней вмещаются. Надо сузить до одного Бога, и тогда никаких искушений там не будет.